Welcome, welcome, welcome. Немножко корее с утречка, чтобы день провести наверняка. Так, первый матч я сегодня с вами не смотрел, но я его смотрел сам. Вот я не очень. MVP играли против команды КТ Ростерс, и КТ Ростерсы проиграли 0-2, ребятушки, 0-2. Погром учинили. На самом деле, КТшники, я не знаю, как будто они специально хотели слить игру. Они продолжали не банить Камилу две игры подряд. В первой игре их убила Камила, во второй игре их убила Камила, но помимо Камила, MVP во второй игре сделали Original Strong Boot Lane, Кагмафа Де Керри и Бранд Саппорт. Правда, по-моему, Кагмафа Де Керри вообще не сработал, но лейтгейм у них сохранял просто возможность лейтгейма. А вот Бранд Саппорт сработал на ура. Какой бы файт ни происходил, команда КТ Ростерс попадала под его ульту, теряла больше 3-хп, и после этого АДД, 2-плейнер команды MVP, на Камиле сделал квадру, кстати говоря. Потом в следующем битве сделал трипл, и я не знаю, почему КТ Ростерсы оставили открытым Камилу и позволили играть на всем, на чем захотели оппоненты. Это было глупо. Ну а СКТ, ребят, ошибаться им теперь нельзя. Сейчас мы смотреть будем с вами лажонги против СКТ, думаю, сегодня они будут именно лажонгами, но поглядим. Пока они себе выбили Рингара, на Варуса забанили КТшники, не хотели на ферстпике Прею отдавать Варуса, поэтому вынужденный был бан, а Крэш забрал себе Рингара на ферстпике. Ну что ж, поглядим. Рингар против Казикса противостояния, на топе у нас Олаф, который сегодня был, кстати говоря, у команды КТ Ростерсы, вообще ничего не делал. Я реально не понимал, зачем они, что это за идея взять Олафа против Камилы, ну настолько нерабочая, неправильная. Ну, это было для меня не сенсацией, то, что вообще Олаф есть в игре, а Олаф это мы уже видели, правда мы не видели еще Олафа Топера. Вот сегодня две корейские команды его показывают, причем показывают его с флэшом, что еще более странно для меня. Сейчас посмотрю, кто на миде у команды Лангжу. Флай они решили поставить, они БДД, у них два мидлейнера, ну и решили флай они держать, видимо, в окончании, ну до конца уже этого круга. Кстати говоря, патч у нас 7.2, корейцы все еще не передвинулись на следующий патч. Здесь все по стандарту, банк Вульф на ботлейне, фейкер на миде, пенат в лесу все еще, и хуни на топе, все еще с максимальным КДА корейского сезона, у него 8.9 вроде бы, ну почти девяточка КДА. После скольких игр, сейчас посмотрю, СКТ сколько у нас игр сыграло, все матчи были 2-0, было всего 6, Best of 3, 12 игр, то есть, получается. Ну и одну они проиграли, 0-2, Африки. И больше СКТ ошибаться нежелательно, тем более, что КТ-ростерсы сегодня ошиблись сами. С праздником, спасибо. Когда Апнешь Д1, как только, так сразу. СКТ за ум взялись, да они, в общем-то, и против Африки вроде бы не дураками были. Как-то просто игра не пошла тогда у них. На чью победу ставишь, ну, СКТ должны победить. Да, кстати говоря, по очкам, команда СКТ идут сейчас 5-1, а Лангжу, на секундочку, ребят, идут 4-2. Такие дела. У меня здесь какая-то опечатка очень странная. Пытаюсь я в нее въехать. Ну, у меня опечатка... Это... Не опечатка, в смысле, я написал неправильно. Мне надо понять. У меня написано просто, что первые матчи Лажонги в этом сезоне проиграли СКТ, но такого не было. Сейчас я пытаюсь на листочках найти, кто же победил. А, Самсунги, вот, вот. Самсунги их победили. Все. Нашел, нашел. Ну, то есть, смотрите, что-то у меня здесь не то написано. ССГ их победили в начале сезона 0-2. Потом они проиграли КТ Ростерсам тоже 0-2. Но при этом всех аутсайдеров этого сезона... Дженейровцев они одолели 2-1. Когда Кандюшников одолели 2-0. Бабикю 2-0. Роксов 2-1. Ну, и, по сути, вопрос, насколько высоко могут Лангжу забраться. Если сегодня выигрывают СКТ, они их догоняют по очкам. И не могут, получается, победить только топ-2 команды на Корее. Но при этом побеждают всех остальных. Если же они сегодня проигрывают, то, ну, чистый среднячок, который, ну, не может ничем угрожать топовым командам корейского ЛКС. Но у нас на ботлейне что за противостояние? Аша плюс МФка. Аша плюс МФка это от СКТ. И Джин вместе с Зайрой это команда Лангжу. Джин и Зайра, конечно же, намного должны лучше отыграть мидгейм. Но в лейте они послабее будут выглядеть. Правда, здесь Рингар, Эко и Олаф. Которые не дадут ни Бангу, ни Вульфу разгуляться. В то время как Синдра, в общем-то, ничем не угрожает Прею. Да и Горилла не должен страдать от нее. Что за мув был от Олафа? Я пропустил. Я в этот момент на листочек смотрел. Там был мув какой-то от него. Ну, что поделать. А так, это стандартный ботлейн. Обе команды взяли, наверное, лучшее, ну, без Варуса, что сейчас может быть. В патче 7.2, как видите, он все еще 7.2. В патче 7.3 вернулась МФка от Декери. Ее начали поигрывать. И вчера для меня в Солоку было сенсацией. И я хочу это опробовать собственноручно. Северку в Пенетру Билд. Потому что, ну, это было для меня какое-то откровение. Я всегда считал, что Северка, ну, без критов не может быть. Но вчера в Солоку у меня такая Северка уничтожила. И довольно простенько. Хоть и уровень игры ниже, ну, в Солоку, чем на ЛКСе. Европейском, американском или даже корейском. Конечно же, намного ниже. Но чемпионы-то оттуда и вылезают, ребят. Билды-то оттуда и вырезают. Потому что никто не будет рисковать. У вас и так там 1-2 скрима в неделю получается. Вы договариваетесь с командами играть. Эти Best of 5, Best of 3 полные серии. И вы еще будете там тральбасить. Вам надо отрабатывать проверенные стратегии. А непроверенные стратегии можно отработать уже в Солоку. Ну что, что-то у нас кейл Вульфа убили. Ешечка попал по нему Горилла. Не смог Вульфу вернуться после этой Ешки. Тут же влетела в него W. Он остался все еще зарутен. Его сожрали цветы. Ну, он должен радоваться, что Прей хотя бы тупанул и нажал флэш. Но он не тупанул, он нажимал флэш, чтобы делать килл. Но в итоге получилось, что Ростки Зайры убили Мэвку гораздо быстрее. И Аша вынуждена была сейчас отойти подальше. Но правда она ничего на этом не потеряет по фарму. Единственное, у него будет не очень удачный по времени рекол. Синебаф украл Олафа, говорят. А, вот что я пропустил. Извините, что я это пропустил. Синебаф он украл у Крэша, типа, да? Ну, может быть, так и было задумано. Отдать Олафу Синебафу. У Рингару он нафиг не сдался. Вот, смотрите, еще раз. Даже наоборот было. Ребят, я сказал, что это Ешка была сначала Зайра. Тут наоборот был проказ через Кушку. Росток задел, потом Дабл Ю Прэй. И только потом Горилла дал свою Ешку. Там вот в такой последовательности все было. У Казикса украл Синебаф. Блин, я хочу прям перемотать. Сейчас, ребят, я перемотаю назад, посмотрю, что я пропустил. Я реально просто так доковырялся в листочках и не увидел. А как он у Казикса украл Синебаф, когда он здесь? Он показал свое местоположение. А, да. И пошел воровать Синебаф. Ну что ж, это неплохая тема. Сионы тоже так делают. Чемпион, который сильно страдает из-за маны у себя на топе, иногда может такие Йоломува организовать. Прийти своровать в соло, среколиться. Ну и с базы нажать телепорт просто на свою вышку. Ну, это нормальная тема. А вопрос по поводу СКТ, как они это упустили. Ну, упустили и упустили. Нормально. Потому что он показал свое местоположение на топе, а потом через мид пробежался просто на Синебаф. Ну, у нас 1-0. Так и остается счет в пользу Лангжу. На ботлейне Прэй вместе с Горилла сыграли намного лучше, чем Вульф. Один. Банк-то к нему претензии какие. У него 52 фарма, когда он половину линии стоял в соло. И чувствует он себя прекрасно. Выходит он в свой Эссенс Ривер. Джин в этот момент купил ботинки и переходит. Пенетрует темы. Крэш тут решает прыгнуть Фейкера. Фейкер кастовывает по нему ульту. И Крэш восстанавливает почти все ХП, которое Фейкер ему нанес. Кто не знает, W-Ringar именно так работает. Если оно у вас замакшено, ну, вы поняли, если оно у вас на рейдже максимальном, то вы восстанавливаете, как и Том Кенч, назад себе ХП. Только Том Кенч себе щиток дает такой. А Рингар восстанавливает именно столько, сколько потерял. Ну, вот так и получилось. Так что Фейкера ульта здесь не зашла так хорошо, как хотелось бы. Здесь у нас пенатик себе синий не будет делать. Он делает его для Фейкера, но отпуливал он его в пинкварт. И команда СКТ пока бодрячком вроде бы держится, учитывая, что синего бафа лишился Казикс. Но у него все хорошо, он 6-й левел против 6-го Рингара. Синий свой сохранили. На миде это колоссальная доминация Фейкера по фарму. Хотя Эко считается неофициальный контроль к Синдре, из-за того, что очень тяжело ей стоять против него на линии на первых лвелах. Потом где-то с третьего по седьмой преимущество появляется у Синдры. А дальше с первым айтемом Флай уже должен быть впереди нее. Чувствует себя шикарно. Флай, ой, извините, Флай. Горилла здесь у нас сейчас делал флэш Ешку по Бангу. Банг среагировал, отфлэшился сам. Крэш все думает сделать ганг, но Казикс рядом. Готов он к контргангу. И интересная будет сейчас ситуация. Казикс нажимает рекол. Крэш не нажимает рекол. Вошла ульта. Пина встречается с крэшом. Начинает прыгивать в него. Тот вынужден отфлэшиваться. И бедная Горилла, который был без флэша, байтил до максимума. Но проиграли Лангжу сейчас на идеи. Сама идея была проигрышная. Они хотели забайтить команду СКТ, ворваться. Но не подумали о том, что этот врыв будет вместе с Казиксом. Маренгар, у которого не так много возможностей повоевать без своих кустов. Без включенной ульты. Ну вот, да. Никаких багов на МФ-очной ульте. Все у нее получилось. У МФ-ки я имею ввиду. Топ-лейнеры, кстати, оба нажимали телепорт и оба не долетели. Оба знают, как отменять телепорт. Нажали еще раз на него. И остались на своих линиях. Решили не соваться никуда. Ну, мол, тупанули Лангжу на бот-лейне и ладно. Горилла потерял флэш в него. Потом влетела ульта МФ-ки и все. Ой, извините. Ну и МФ-ки тоже. Ульта Аши. А потом и ульта МФ-ки. Так вот, почему Эко является контр-пиком к Синдре? Потому что его ульта полностью контрит ее ульту. И, соответственно, Синдра без ульты, она не обладает тем дэмэджем, которого должно хватить, чтобы побеждать Эко один на один. Ну, а первые три левела он просто может впрыгивать в нее. Его спеллы более дешевые уроны он все равно будет наносить. И получается, что Синдре в ответ придется как-то издалека вручную фармиться. Но я бы вам не советовал, если вы не умеете играть на Эко, пикать Эко в Синдру, ту, которая умеет. Она, скорее всего, будет знать, как это использовать все ваши ошибки. Это, знаете, как... Там Корки является контроль вроде бы к Лебланк. Но если вы не знаете именно тех моментов, где Лебланк может успеть вас убить, вы можете отлететь. Точно так же это касается этого матча. Ну, и, видимо, Флай не очень знаком с этим матчапом, потому что он проигрывает 30 фарма и не идет в абиссал. Очень странный выбор от него. Ну, хочешь, ладно, ты хочешь собрать им на портабол хекстедж, допустим. Ну, а бисал-то все равно собери, чувак. Почему нет? А так, получается, фейкер сейчас собрал 15 процентов... Ой, извините, 15 флатового... Ну, на ботинках пенетры магического урона. И что делать Флайу? У него магреза там всего 42, да? 52. Ну да, он же милишник, поэтому у него магрез увеличивается со временем. Казикс у нас 43 магреза. Он у нас без магреза играет флатового. Играет, видимо, с КДРами. Ну, я так просто хочу понять. Сейчас есть два разных билда у Казикса. Первый берется с КДРом 10 процентов. Ну, либо пар-левел, либо сразу флатовый вы набираете. Ну, флатовый сразу собрать не получается. Там 5 плюс 5 надо делать. Либо 10 пар-левел на синих рунах. Либо играете, как было в старые добрые времена, без КДРа. А синие просто берутся на магрез. Магрез пар-левел или магрез флатовый. Ну, вот у нас пенат. Только что показали его чемпионы. И я все смог прочитать. До половины даже. Хватит тупо плащик. Согласен. Не надо обязательно обещал собирать до конца. Собери плащик за 720 и продолжай доминировать. А он не собрал. Проигрывай 34 фарма. Ну, ой, неправильно. Я смотрю, там 108. 30 фарма. Фейкеру. Ну, это не то, что должно происходить на миде. И даже обидно. Знаете, ребят? Одно дело, когда ты проигрываешь на 15-й минуте, у тебя 70 фарма, у оппонента 100 фарма. Ты проигрываешь 30 на 15-й минуте. Ну, фейкер к 15-й минуте сделает 150 фарма. Мидер команды Лангжу сделает всего лишь 110. И это реальная проблема. Потому что фейкер не просто расфиделся на тебе. Он получил фрифарм и расфиделся против всей твоей команды. Фейкер в наглую заходит, просто знает, где сейчас находится Ленгар. Обворовывает здесь Ленгара. 150 фарма на 14-й минуте. Ну, и все. Реально поднимает себе количество CS. Она зарабатывает опыт. Флай прыгает, наносит урон. Но здесь, оказывается, пенат рядом. Ну, вот он этот оллинг, про который я говорил. Именно так вот он и проделывается. Если бы пената здесь не оказалось, флай бы выиграл этот размен, потому что фейкеровская ульта, по сути, ничего не нанесла. Опа! У нас тут гориллу снова ловят. Правда, пенат на этот раз вынужден будет отфлэшиваться. Лангжу продолжает свою погоню. Флай остается в живых, кажется. Да, 2 кило для команды Лангжу. Фейкер не мог нормально здесь повоевать, потому что он остался без хп после вырыва Флая. И нажал рекол, да и ульты у него не было. Не совсем понимаю, почему СКТшники решили провести эту битву без своего мидлейнера. И это минус 3 игрока за убийство одной гориллы. Но я думаю, гринписовцы бы это не оценили. Убили животное из Красной книги и при этом погибли втроем. Причем убили редкого богомола. Редкая девушка из 60-х с пистолетами гангстерша погибла. И эволюционированная такая, знаете, аша лук из будущего принесла репчатый. На ТЧ как-то скудневато всего 50 человек. Да, я даже название стрима не менял. И мы запустились совсем недавно. 15 минут назад. Так что, ну вот игра идет 16 минут назад, так что 16 минут назад запустились. Так что не волнуйтесь. Да и днем, в общем-то, корейцы... Никогда народ не собирали. Но это была ошибка от команды СКТ. Ошибка была... Кто-то ротик не открыл, кто-то кому-то что-то не сказал. То есть должен был пинат сказать, ребят, давайте здесь заулынем. Фейкер должен был в этот момент сказать, ээээ, пацаны, меня здесь нет, нельзя, нельзя. И все бы закончилось тем, что, ну, возможно, Гориллу немножко поддамажили бы там через W, Казикс бы дал прыжок и отступил, и все. Никакой ульты Аши, никакого финального врыва. У пината большие проблемы, он будет отпрыгивать, но по нему пошло первый выстрел, второй мимо. Вульф его будет прикрывать. Да, все четыре выстрела. Ахуни у нас, ребят, нажал телепорт и прыгивает в Крэша на пофиг. Он знает, что его команда его зафаловит, но зафаловит-то они его зафаловили. Только толку этого никакого не дало, и Олаф до сих пор на топе продолжает пушить свою линию. По-моему, это будет минус вышка на топе сейчас. Олафа не откатился еще телепорт. У Хуни, видимо, взяты мастерки на 10%, ну, 15, извините, процентов откат. А почему пинат, вот, все, я хотел сказать, а почему пинат-то не забирает дракона? Все нормально. Фейкеры есть, их шаутколер. Ой, нет, нет, ты очень-очень-очень далеко ошибаешься. Там я не удивлюсь, что ближе идет к тому, что шаутколер вульф плюс пинат. Ну, например, у команды Иммортал и у команды Фанатик. Когда Хуни вместе с Реновером играли, они свои шаутколлы тоже изображали. Да, они говорили на корейском, но команда их слышала и слушалась, когда они говорили, ну, что-нибудь на английском. Так что Хуни один из шаутколеров своей команды тоже. Всегда такая есть проблема у команд. Да, они начали хорошо, да, они там победили, но смогут ли они вместе все быть, понимаете? Это звезды, и каждый тянет одеяло на себя. Пинат, вот, хочет быть керрия. Хуни хочет быть керрия. Ну, и это же касается и фейкера. 4-2 у нас счет 2, Инфернал Дрейка уже команда СКТ забрала себе в свои руки. А Лангжу за это забрали ФБ вышку. ФБ снизу, и вот поэтому по голде идут впереди на тысячу. На две даже, почти что тысячи. Надо Лангжу, если они хотят еще выиграть эту игру. Сейчас как-то организовывают ломку вышки на миде. Ну, сначала ломку вышку на ботлейне. И устроить переход как раз на, так далее, ломку вышку на мид. Потому что СКТшникам сложновато сейчас начать какую-то сидж. Без телепорта остался Маукай, и забывайте об этом. Следовательно, Мауа должен будет сейчас держать Олаф, а Олаф у нас постепенно идет к своим айтемам. У него есть уже спирит визаж, чтобы танковать фейкера, танковать Хуни, конечно же. И переходит он к Блэк Кливера, чтобы было больше КДРа. И, видимо, Олаф не собирается пока бэкаться к своей команде, не устраивать что-то. Он будет соло пушить безостановочного бедного Хуни. Играет он у нас с Фервором. Хуни играет у нас с Колососом. Это вы можете видеть сбоку. Ну, а меня больше интересует, конечно же, сам лейтгейм. Не потому, что там будет два инфернала уже у команды СКТ, а потому, что будет противостояние, интересно. Нет, Олаф смещается. Вот тот самый момент, про который я говорил. Минус вышку на миде все же решили Лангжу организовать. Все потому, что у Маукай нет телепорта. Его зазонил Экспрешн. Хуни остался на топе и сместился сам на мид. Минус вышка. Теперь бы то же самое провернуть на боте. Но на боте пока это не получится сделать. Теперь уже Рингар потерял свою ульту. А у Хуни почти откатился телепорт. Привет, Смерть. Пенат проверяет кусты через W. Никого там не оказалось. Находит здесь Пинг Вард. Просветочка полетела от Ашей. Они знают, что Рингара нет рядом. Ну, по крайней мере, в тех кустах, которые он просветил. Ну, Рингар, кстати, был неподалеку. Он на големах сейчас. Правда, без шестого... Не знаю, без ульты ему нечего будет устраивать на ботлейне. Ну, Пенат на пофиг, пока сместился на мид. Прикрывать, скорее, Фейкера от врыва флая и врыва потенциального Рингара сбоку. Ведь они проверили Красный Лес. Вроде как Аша дала просветку, и Рингар они там не увидели. Вот и сделал предположение Пенат, что Рингар может оказаться сейчас на миде. Тем более, что у Фейкера нет вышки. Его со спины можно было бы убивать. Но не произошло этого, ребят. 4-2 плюс 3 тысячи. Команда Лангжо ведет. Но ребята умеют выигрывать. Им палец в рот не клади. Они сразу откусят всю руку. И с удовольствием. Тем более, что видели они, что СКТ уже проигрывали в этом сезоне. Проиграли они, напоминаю вам, команде Африка. 0-2. Так что вполне реально Лангжо понимает. Надо забирать свое здесь. По крайней мере, делать счет 2-1. Пусть мы проиграем 2-1, но ладно. С кем я говорю? Как с кем я говорю? Не лог. С вами говорю, с чатиком. Если вы ничего не пишете с твича, это не означает, что чат в гудгейме ничего не пишет. У меня еще чат на ютубе есть. СКТ на ЛКС и СКТ на чемпионат это разные штуки. Согласен. Полностью согласен. И мне, знаете, даже не нравится, что СКТшники так вот яро начали. Как и не нравится мне, что и команда Клауднойн яро начала. Но Клауднойны, скорее всего, все равно пробьются на чемпионат мира. Если в этом году они, в этом сплите, извините, в первом сплите, сделают себе первое место. Поедут, по крайней мере, на Middle Season Invitation. Еще и там на них можно будет поглядеть. Просто, оу, какой выстрел Банга в попку. Но остался он в живых. Пенат здесь прикрывает. Сич на бутлейне не хотят организовать лангжу. Вышку они хотят эту сломать, но не хотят сюда много вкладывать своих усилий. Тем временем, Экспрэшн купил уже себе еще Нинджа Таби. Блэк Кливер продолжает сиджить. Он хухи, но хуни, извините, но хуни выдерживает пока это все. Больших проблем у него с этим нет. Олафа останавливает. Правда, фармит с подвышкой и проигрывает потихонечку по фарму. На миде же отставание выровнялось. То есть, Флай как шел минус 30, так и продолжает идти минус 30 по фарму. И, как видите, он решил Абиссел не делать. Заместо Абиссел он просто сделал мерки. Это вот достаточно. Собрал себе Лич Бэнь. К этому Лич Бэнь он добавил протобелки экстэч. И сейчас собирает Джоню. Набирает КДР айтемы. Все, которые для него хорошие. У него будет... Так, у нас здесь у Фейкера не могут быть проблемы. Телепорт нажимал Экспрессион. Но Фейкер просто нажал ГОСТ и отошел в сторону. 4-2. Счет 3000 преимущества сохраняется команда Лангжо. Единственное, вот Экспрессион опять потерял свой телепорт. И сложновато будет ему сейчас что-то организовывать против Хуни. Потому что Хуни может в наглое полететь вниз. А это значит, еще один дракон уходит за командой СКТ. Не очень мне нравится, как Экспрессион нажал телепорт и отменил его. Сделал он сейчас рекол и бежит к дракону. Но уже поздновато. Это минус Дрейк. Лангжушникам хотя бы вышку бы сломать тогда на боте за это. Да, эта катка очень похожа, что будет выиграна уже команда СКТ. Они лучше по объектам работают. Не уверенно Лангжо работают по вышкам. То есть обычно как получается? Вы отдаете драконов, но забираете вышки. И то, что вышки сохраняли Лангжо, это хорошо. Но они все еще не проломали Тир-1 все. Не начали даже бить Тир-2. Это говорит о том, что они не очень уверены в себе. И не совсем понимают, где, когда им надо оказаться тому или иному игроку. На топе сейчас много фарма умирает. Умирает причем Лангжу сного фарма. Надо кому-то туда сходить. Но он должен Экспрессион туда идти теоретически. Либо идти на бот, и тогда Экка идет на топ. У Экка есть телепорт. Фейкер, кстати, туда тоже пошел. На топ-лейн. А Олаф? Олаф, да, просто спускается вниз. Но игра еще не проиграна. Просто мне кажется, что вот эти вот два Дрейка, инфернала Альда. Три Дрейка суммарные, два Дрейка инфернальных, отданных командой Лангжо. Они как раз и решили уже исход этой битвы. Так-то фейкеру, смотрите, ультить не в кого. Рингард за счет W выхиливается. Олаф вообще не будет умирать. Флай будет на ульте и Жонни выживать. До Прео не доберется. Горилла успеет дать прокаст. И даже если ты его убьешь, это саппорт. Это не то, чего ты хочешь добиться. Следовательно, фейкер, на самом деле, со своим пиком Синдры вряд ли будет полезен в лейтгейме. Но Аша, Аша хороша. Она намного лучше Джина. Если только Джин каким-то образом не наполкать. Ну как полкать через Маукая, я не знаю. Плюс противостояние Рингард Казикс. Оно на чемпионатах ЛКС, сколько мы видели. Мы его видели три раза в конце игры. И все три раза в конце игры выигрывал Казикс. Самое смешное, что в Солоку, я вам точно могу сказать, выигрывает Рингард. Казиксу гораздо сложнее сделать этот килл. Гораздо сложнее чувствовать себя в тимфайте более полезным. Потому что Рингард на фулл билде Солокушный убивает. Хотя здесь Краш делает немножко Йолобилд Рингаровский. Посмотрите, он у нас идет... Я даже не знаю, во что он идет. Ну, не в Ласт Писпер сразу. Скорее всего, это то ли Дэз Дэнс он сейчас собирает. То ли таким неведомым образом он переходит в Блэйд оф Найт. Он собрал две составляющие. Но обычно просто делают КДР с Пенетро. Ой, ну, либо КДР-ку делают, либо Пенетро. А он ни то, ни другое взял. Ну, наверное, это да, Блэйд оф Найт он собирает. Просто у него были деньги в первом бэке на Пик Экс 875. А потом в втором бэке у него было 350 голды. Вот и все. Вот так и получилось. Так вот, если парень по имени Краш будет играть в такой билд, то большое спасибо за донат. Смотрите, он здесь вышку ломает Экспрешн, но у него нет Санфайра, потому что он не прокает его об Хуни. Но Хуни зачистил мопсов. Приходится Экспрешн ультить и пытаться убегать. И у него это получается. Краш своей ультой запугивает Казикса. Хорошо. Напоминаю, сегодня был провал команды. Те, кто только подошли, провал команды КТ Ростерс. Они проиграли 0-2 команде MVP. И MVP в таблеарангах догнали Лангжу. У них теперь 4 победы, 3 поражения. У Лангжу 4-2 статс. СКТ 5-1 идут. И 5-1 стали КТ Ростерс. А, не, вру. Они были 6-0, 6-1 они стали. Следовательно, если СКТ сегодня побеждает, они догоняют КТ Ростерс, и у них на этой неделе будет очное противостояние, на которое, посмотреть, конечно, сбегутся люди. Как избежались люди посмотреть на матч Флай Квестов против команды Клауд Найн? Как избежались люди посмотреть на G2 против Unicorns of Love? Не, H2Cave они хотели посмотреть. Unicorns of Love с G2 еще не играли. Или играли. Не помню, играли или нет, но это был не матч недели, если играли. А вот КТ против СКТ, это все хотят посмотреть. Тем более, в преддверии того, что обе команды претерпели поражение от не друг друга. Кто победил Клауд Найн или Флай Квест, все есть в записях на Ютубе. Вперед, смотри, наслаждайся. Эти игры лучше смотреть, чем узнавать результат, поверь мне. Очень красивые были игры. Там было все, вот реально все. Знаешь, как бывают лучшие ночи, когда там ты и побухал, и проблевался, и с бабой позанимался, и подрался, и еще. Ну, то есть, все запомнить можно из этой ночи. Рассказы можно проводить по-разному. Там и детям можно рассказать, и друзьям, и похвастаться знакомым. Такие ночи бывают. Надеюсь, у кого-то сегодня она произойдет 14 февраля, все же как-никак. Так вот, тот Best of 3 между Клауд Найн и FlyQuest именно такой же. Все, что могло быть, все было. А я оснёль не дожил до ремейка. А, вот. Но ты сполернул человеку, что был ремейк, а его не было. Ха-ха! Риуты показали гораздо интереснее вещь. Ну что ж, чуть-чуть лангжушники начали оправдывать свой пик. Сломали вышку они на топе, пока пытались Олафа остановить снизу СКТ. Олаф в итоге сломал вышку и на боте. И получается, что 4-0 по вышкам. СКТ должны сейчас какие-то предпринимать резкие решения. Либо идти на этого Дрейка и делать 4-0 по Дрейкам против 4-0 по вышкам. Либо пытаться как-то вокруг Нашора сейчас крутиться. У них есть возможность туда ворваться, но они играют на красной стороне. Красная сторона обычно контролирует как раз драконов гораздо лучше, чем Нашоров. И СКТ-шники выбирают пойти на Дрейка, но не успевают. Ланг-шники успели все среколиться и прибежать сюда уже с фулл-хп. Экспрессион у нас купил Дэдменсплейт и сейчас собирает газ, судя по всему. А Рингар действительно Блэйд Ночи купил. О, а что я его никогда так не называл? Блэйд Ночи. Мне просто слово лезвие режет у уши. Как вы могли бы оценили шутку? Оценили? Ну, это же смешно. Смейтесь, смейтесь в чате. Слово лезвие мне, режет уши. На самом деле, Лезвие Ночи мне не нравится называть. А вот Блэйд Ночи это круто. Блэйд Ночи это круто. Господи, этот фарм фейкера. Да, немножечко пофармился парень. Смех или бан. Нож Ночи? Нет, Нож Ночи нельзя его называть. Ну, потому что айтем называется Эйдж Оф Дэ Найт, а я его Блэйд Оф Дэ Найт называю. Клинок в ночи, слезая с печи. Клинок в ночи, вот прям хочется какие-то рифмовочки сразу добавлять. Так я знаю, что он Эйдж Оф Дэ Найт, а не Блэйд. Поэтому я и называю его Блэйд Оф Дэ Найт, потому что Эйдж Оф Дэ Найт мне тоже не нравится название. И Лезвие Ночи мне вообще не нравится название этого айтема. Почему Рио ты сделал такое дурацкое название у этого айтема? Нет мочи слушать про ночи. Да. Или нет мочи слушать про ночи. Опа! А это Келец? Келец ли? А что вы оба отфлешиваетесь-то, ребятушки? Экспрешн! Отфлешился. За ним пойдет сейчас Ашаша не попадает своей ультой, не попадает своей W и на Нашора срывается Лангжу. Экспрешн надо успеть нажать рекол и чтобы он мог через телепорт прилететь. Флай тем временем отзонивает команду СКТ, перепрыгивает на Нашора и отмена Нашора. О, там три восьмерочка выбил себе кто-то по Нашору это Прэй по-моему дал четвертую автоатаку на три восьмерочки. А почему Олаф-то до конца не пошел убивать Хуни? Хуни прыгнул в него ты не попал топором но у тебя все еще была возможность его догнать и убить. Да, такие синхронные флэши в разную сторону но с другой стороны оба игрока сыграли жутко сейфово по той простой причине что они оба понимали что их смерть это минус на Шор. То есть вроде бы файт происходит на Батлене вроде бы это два топера сражаются друг с другом но кто бы из них не умер это минус на Шор потому что у второго игрока есть телепорт он нажимает рекол и через телепорт летит на на Шора и команда очень быстро его забирают. Олафтоп льоль второй Олафтоп за сегодня льоль сегодня Катеростерсы пытались играть Олафтоп против Камилы сыграть-то они сыграли а вот выиграть не смогли ультанул Крэш пошла ульта аши мимо ни в кого не задела Крэш все еще бегает под ультой думает он впрыгивает здесь или нет но Олафа нет и наверное не будет этого делать не забывайте что Крэш пошел в пенетру билд у него очень много АД он на самом деле ваншотнет Банга с лихвой Банг даже не успеет нажать флэш и хилл настолько быстро лингар от него избавиться ну ладно напоминаю что Лангжу все еще не отдали ни одной вышки команде СКТ и поэтому как только СКТшники оставляют прешер на своих линиях начинают их никуда пушить линии команды Лангжу начинают пушиться в наглую к вам это происходит потому что ваши мапсы сильнее не намного но все же сильнее когда у вас преимущество по вышкам на линиях а у них везде преимущество по вышкам а на топе так вообще почти что считается на 20% по-моему сильнее мапсы ваши идут по линии по 10% получается за каждую вышку и вот на 20% сильнее мапсы на вышке на топе и это реальная проблема фейкер на 35 минуте сделает 400 фарма это конечно хорошо но пока мы его не видели в игре вообще он сыграл 0-0-0 не сделал толком ни одного стана ульты всего кидал две одну кидал во флая тот нажал R на себя и другую кидал в крэше тот нажал W на себя но 5 айтемов у фейкера но если честно посмотрите на флая у него дешевле айтема но они тоже 5 их тоже 5 рободон должен фейкер последним айтемом своим собирать а флай да в общем это тоже можно рободон делать ну или тот же самый луденс эко потому что я вообще считаю что луденс эко айтем предназначенный для эко риуты прям намекали названием героя какой айтем он должен собирать но почему-то мы очень редко видим от него этот айтем кольцо не айтем ооо пацифисты это полегче 14 февраля такое нельзя говорить что кольцо это не вещь там можно и по яйкам получить от своей и полегче полегче вот серьезно такие заявления попридержи лучше при себе кольцо это не вещь 14 февраля сказал мужик и умер и знаете суд оправдал ее суд оправдал эту женщину где связь между эко и эко созвучная связь созвучная своей лол не живой я живой я или у тебя запятая неправильно поставлена не живой я имха даже если лайна чутка сам себе к тебе пуш фармить тебе проще а соперник фармит меньше да но тогда ты не оказываешь никакого контроля на карте и смотрите вот что происходит не могут сктшники организовать даже бижен вокруг нашора потому что стоит им чуть-чуть отойти как тут же уже по топу флай начинает ломать вышку тертришным вынужден маука реколиться но они сломали мид при этом лангжу решили не доделывать нашора мид наконец-то был сломлен но на топ лейне флай отпушил хуни и тут же пошел снова врыв на нашора не успел на синий баф сходить фейкер возвращается он сюда идет ульта аши попадает в прея зоне от нашора продолжает делать команда лангжу экспрессион ну надо будет отменять нашора да экспрессион лучше было с командой всегда в такие моменты и фейкер начинает уже мид ломать это тут сами лангжу затупили пре отошел а вот остальным игрокам отменяют рекол пенат очень хорошо и на нашора уже сами сктшники могут начать но это скорее как байт будет вряд ли они будут его до конца делать да байт на телепорт сработал два телепорта экспрессион так долго туда бежит на шора все же доделывает но сколько игроков останется в живых не совсем понятно минус заяра минус фейкер и битва продолжается вульф побежал в другую сторону но его нашел так что он его убьет хуник с флэшом попытается убежать но за ним прыгнет флай и флэшится будет ли экспрессион нет без экспрессион все обойдется прыгивает рингар делает прокастик и они забирают га и это критично на самом деле минус 4 игрока команды минус 3 хуйня ну можно сказать 4 вот так как у хуйни было га минус 3 игрока команды скт одного забрали ну такой среднеплюсовый среднеплюсовый нашор но при этом они элдер дрейка просрут так что это точно минусовый нашор получился я был уверен что скт хотят забайтить на телепорт и отойти и потом использовать то что у вас есть преимущество телепорта маука его отправят на ботлейн он пусть ломает там вышки нормальная же тема была нормально же сидели зачем начинали но начали до конца его доделать ну раз уж начали до конца решили его доделать минус 3 игрока ну вот вам и сюрприз да они зайра убили в ответ но зайра это не тот чемпион из-за которого стоит страдать они его не отдали лангжу уже плюс так они и могли видеть что лангжу его и сами забрать не могут понимаешь потеря двух телепортов ну флай не нажал телепорт допустим экспрессион нажал телепорт нажал все можно уже держать одного игрока поодали от себя ну ладно по деньгам у нас получилось плюс 800 голды тем более у гориллы не было хп он сделал врыв ешка ульта фейкера очень быстро убивает флай и после этого переключается не на вульфа вульф дает по нему экзост и уже дальше хуй не избивает банк перефлешился пинат через прыжок ушел древний для скт лучше чем на шор правильно а у нас произошла какая-то заминка ребят сейчас я почитаю рип гг фейкер ну тут все пишут ватафа 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 рип стрим рип 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 так что стрим упал ребят но мы можем на твич быстренько сгонять все сядем сейчас на нашу аутомобиль изгоняем на твич там обычно он не прерывается нас интересует вот эта трансляция так картинка у вас все нормально идет ой-ой-ой здесь убили фейкеры мы с вами это пропустили это здесь а паузу я нажал нормально мы пропустили с вами как убили фейкера только что и забрали вышку снизу команда лангжу видимо фейкер ее защищал и в минус один игрок они сейчас идут команда скт имею ввиду горилла дает прокат по пенату пената прыгает флай убивает ребят скт вы чего ну совсем не то совсем не то элдер дрейк настолько дал бафы для команды лангжу что они умудрились и фейкера убить и просто сейчас сломать ингибитор убив при этом пената который легчайшую ешку от зайры попадает и бард у него был барда у него не было и продолжает лангжу идти дальше они знают что фейкер то появится но он не страшен крэш делает праджоксона на своем ульте вошу дует ашу летает флай делает килл вместе с экспрэшеном остается один хуни но танкует все это время горилла так что хуни не в беде а вот она синдра которая ничего не может сделать против эко ребят экспрэшен правда закончить не смог игру и хуни там разобрался с двумя игроками команды лангжу слушайте они потеряют четырех игроков экспрэшен скорее всего тоже умрет минус га кидает топор по фейкеру не попадает пытается отхиливаться автоатаками от хуни это у него получается и погибает да но четыре игрока минус но вся база открыта у команды скт им теперь вообще нельзя ничего позволять рингарс фулл пенетро и может сейчас просто даже забежать вместе с каким-нибудь игроком своей команды у которых есть телепорт а их два и закончить игру смотрим еще раз хоп минус банк и у банка было все ребят чтобы выжить у него были два игрока его прикрывающий там и экзост был дан и хуни прыгнул на w и все но это не помогло и еще раз напоминаю нет теперь вышки на нексусе у команды скт они не могут теперь устраивать на шорбайты потому что они потеряют игру они не могут идти на ботлейн они потеряют игру не могут идти на топ они потеряют тоже игру все что им сейчас нужно делать это как-то аккуратненько пофармиться возле меда возле красного синего бафа и ждать сражения которые лангжу дадут подальше от их базы а все почему потому что котик имба мяу да котик имба кстати говоря котик у нас 1.06 пенат конечно же тоже уже давно 16 левел 18 соответственно и мне интересно есть ли между ними сейчас триггер потому что 1.06 вся команда скт умирала сейчас посмотрим банк умирал точно фейкер да вся команда умирала вульф скорее всего ассист рингар в этом точно получил рингар получил ассист в убийстве ху нет я помню я не уверен по поводу ассиста рингара на убийстве пената вот был ли этот момент если был ассист или сам даже килл делал рингар на нем не рингар делал наши килл то есть он только ассист мог получить тогда у них триггер должен был включиться уже а все потому что пената отвратительно билд бессмертоносности у него есть леталити о чем-то он просто ее не так много собрал на самом деле учитывая какой билд сделал рингар чтобы не делал там пенат он все равно будет проигрывать котик мяукай мяукай здесь тоже есть в этой игре выбивает шишку проставили здесь ворды лангжу крэш нажимает у нас blade of night и начинает бегать под инвизом ульту он нажал вот непонятно он вроде бы нажал ульту а вроде бы и нет но точно он идет в сторону флая в этот момент лангжу начали делать на шор экспрессион вместе с прем просветочка идет они знают с ктшники что там происходит зайра их пускать не собирается зайра дает проказ зазонивает всю команду рингар бегает под ультой зонит с ктшников которые не могут подойти ближе и на шор почти уже взят возвращается крэш сюда впрыгивает он на на шора на шор уходит за командой лангжу а в этот момент флай сражался с хуни но никак не страдал получает себе адовый просто щиток на 90% хп такое впечатление не мамай не мамай ну что ж рингар вместе со своей ультой отзонил с ктшников зайра помогала ему в этом процессе и с кт теперь придется сражаться без ингибитора на миде против на шора команды лангжу 3 минуты пауэрплея посмотрим что у нас будет рингар снова с ультой напоминаю что кд его ульты жутко низкая а на фулл кдр айтемах у него именно такие там по-моему 26 секунд получается что-то в этом роде у него 40 секунд ульта и 26 да вроде бы если я правильно считаю 26 секунд каждый раз он может нажимать ульту то есть он может ее просто нажимать ради прикола просто чтобы давать вижен одного конкретного игрока но когда он видит их все нормально джин здесь дал свой прокаст отправил домой пината не прикрывал хуни его ингибитор начинает бить тележка супер а в этот момент флай пытается бить ингибитор с мид но его пошли отзонивать пока отпушили здесь ботлейн но следующий вейв будет одновременно сразу с двух сторон и решает лангжу что не стоит оно того отступают отступают открыли два ингибитора и это нормально что они с бека сейчас купят на последние айтемы ага все еще нету экспрессион оно так и не откатилось с того файта когда они пытались закончить игру но уже близко я думаю Зайра у нас поменяла ботинки мои аплодисменты потому что это по-моему единственный саппорт который сука догадывается что в лейтгейме ромящие ботинки не нужны потратьте 200 голды поменяйте их на нормальные ботинки кдр ботинки хотите мерки хотите берите ну там 300 голды придется заплатить ну либо пенетру если вы играете за какого-нибудь мальзахара или какого-нибудь типа Зайра чемпиона в начале игры конечно да ромящие ботинки они крутые вы бегаете вместе с командой нигде не отстаете но в этой стадии если ботинки ваши отменят любым спеллом вы становитесь самым медленным игроком на карте горелло пошла ульта но он прожимает ксс остается в живых пошла ульта прея с лошадом влетает в него хуни а в этот момент рингар съедает ашу рингара убивает но он правда остается в жоне казикс будет его добивать делает на нем килл и у нас здесь размен идет жоне на хунике хуника убивают скорее всего флешивается горилла дает проказ но вульф делает свою ульту наносит много урона флай делает врыв фейкер фейкер прожимает джонни остается в живых но ненадолго а пенат тем временем пошел быстренько восстанавливать себе хп но экспрессион ребят тоже среколился и пришел сюда у нас 2 в 3 осталось сражение вульф дает проказ по экспрессиону на олафе но этого недостаточно пенат делает прыжок не может достать он до прея делает он все же на нем килл но при этом они теряют свою мфку делает он еще и килл скорее всего на флайе но там га поэтому не имеет никакого значения тут 4 игроков надо было ему убить по сути это сражение было даже 5 в 2 сейчас Казик с ним не справился Прэй дал полторы тысячи фейкера бывает ты забыл что-то о Прэе я забыл о том что Рингар может Ашу ваншотить и она ничего делать не может понимаете Аша погибла в этом файте не сделав ровным счетом ничего она дала ульту в Гориллу Горилла тут же прожал свой QSS остался в живых Хуни начинает черепушку чесать и говорит ребят может дойдите мне поиграть на ривенке какой-нибудь я сам всех порву как по-твоему рингары сильно нерфнули в 7 и 3 описание нового патча у меня есть на ютубе обзор точнее нового патча есть на ютубе повторяться не хочу поэтому заходи туда там всего лишь 10 минут всех чемпионов обговорили перемотай отдельно на рингары и послушай что они пьют оливковое масло они пьют кровь молодых девственниц но после такого поражения не смогут больше это пить и будут пить теперь только кровь юных девственников коих будет очень много после 14 февраля ну ладно а у нас периф ребята ждем следующей игры неужели сегодня СКТ тоже проиграет это будет конечно любопытно когда и СКТ и КТ в один день проиграет вот смотрите повтор 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 смотрите прыжок минус банк все влетел экспрессион дал один топор замедлил ашу прыжок рингар ваншотает ее ну все и что она может сделать у нее даже флеш был он не успел среагировать понимаете вжух и взяли одну катку у СКТ это правда периф ничего ничего это